В январском номере журнала «Уральский следопыт» начало цикла статей Марины Белавиной и Веры Механошиной «Чтобы взять, надо отдать. Особенности культуры древних коми-пермяков». Земли на северо-западе Урала и издревле именовались Парми. И сегодня так называют территорию проживания народа в Коме. В более узком значении слова Парма – это холмистая местность, покрытая густым хвойными лесами. В легенде Парма – мать Перы, родителя всех пермяков. Парма владает разумом и волей, кормит и обогревает своего сына Перу и невестку Зарань, когда раз заближенный на дочь бога солнца Шонди, на семь долгих лет покидает эту землю. После того, как Шонди заставляет Зарань вернуть ему Энду, небесную землю, Парма отказывается отпускать и младших детей Перы и Зарань. Для этого она придумывает эхо и уводит Зарань и ее детей в разные стороны. По-разному называли Парму другие народы – Пера, Маа, Парма, Биармия, Перин, Перма. Множество легенд сохранилось об этих землях и их богатствах. Тысячелетиями жили на этой земле славные богатыри и красавицы загадочного народа Чуки, оставившие после себя десятки городищ каров и гротов, сокрытых кладов, колодцев, заветных мест, тысячи металлических обрезков. Из уст в уста передается память о древних. В старину были у Коми народа песни, подобные скандинавским сагам или русским былинам. Пелись они старцеви под Сигудо, вот только до нас они дошли лишь обрывками, разрозненными воспоминаниями старых людей. По древним поверьям Коми Пермяков мир создан птицей, из помета или пера которой возникает земная твердь. Человек, по одной из легенд, появляется из грибов. Вселенная же поделена на три части – небесный мир, земной и подземный. Небо населено богами и божественными животными. Бог – Ен, Солнце – Шоргий. И его дочь Зарань – небесные лоси, радуга и ножка, владыки севера – ее теперь. В земном мире живут люди и животные, а также духи, хозяева разных мест. Чуды, лешие, домовые. Нижний мир и его пограничья – это мир опасных существ, будто духи, животные или существа иного плана. Водяные, ема, схожие с русской бабой егоят, ящерицы, змеи, кули – разного рода недобрые духи. Из Баку Мипермяка повторяет трехъярусное строение мира. Крышу поддерживают конструкции с изображениями птиц. На чердаке подвешиваются обереги, в подполье живет кикимора, выращивается и койта. Часть дома, отведенная человеку, тоже поделена на стороны света. Красный и южный угол. Женское место у печи в северном углу. Человек – часть мира и по-своему ответственен за порядок в нем, который поддерживается исполнением ритуалов и календарных обрядов. В общении с хозяевами природных объектов и стихий нужно придерживаться принципа «не тронь, и он тебя не тронет». И чтобы взять, надо отдать. Отношения между людьми тоже осторожны и наполнены магией. Ведь человека окружают колдуны, белые и темные, знахари и знающие, оборотни, вампиры, людоеды, люди с черным глазом, икотницы и т.п. Поэтому жизнь человека со всех сторон должна быть защищена оберегами, на теле, на одежде, обуви и головных уборок, во всех частях дома, на предметах быта, а также в ритуалах и обрядах в доме и за его пределами. С приходом в христианство картины мира трансформируются. Мир делится на доброе и злое. Появляются ритуалы изгнания нечистой силы, освещения, меняется символикой и обрядовой атрибутикой. Но до нынешних дней коми-пермики живут в синкристической реальности, где наряду с православными традициями все еще сохраняются отголоски древней мифологической картины мира. Вера в домовых, леших, икотку, силу деревья, общение с умершими предками. Особая культура коми-пермяков ярко отражена в преданиях опами Кудым-оши и перебогатыре. Кудым-ош чудесный первопредок южных коми-пермяков. Один из культурных героев, промысловик и земледелец, полумедведь-получеловек. Именно он основал Кудым-корское городище на горе Изюр, над горой Пуэль. Сын ведунья и медведя, он научил жителей древней пары, металлургии и хлебопашества. Кудым-ош жил по преданию не одну сотню лет и в будущее обещал вернуться, чтобы снова поддержать людской род. Сказания о пере-богатыре повествуют о самопочитаемом защитнике народа и борце с враждебными силами, от лешего Водяного до графа Строганова. Идеал мужчины для коми-пермяков – это умелец и воин, защитник народа. По сказаниям, герой противостоит врагам и напастям благодаря хилрости и житейской мудрости. В местном фольклоре также много историй нечистой силы и быличек, которые напоминают об общих правилах жизни. Фактически все легендарные герои имеют свои географические привязки. Река Кува – чудесный панк Кудым-ош, гора Изюр – владыка севера, божество ветра, ночи и луны – Уэпель, река Анолва – белая лея и другие. Каждое место имеет свое предание, а зачастую и стыды древнего городища или урочища, которые могли бы бесследно исчезнуть, не будь среди народа коми, преданных хранителей старины и самобытной культуры, чтущих древний наказ. О богатырях старики много рассказывали. Расскажут, да и спросят. Теперь знаете, как прежде живали? А если знаете, то и другим рассказывайте. Пусть тоже знают, да пусть они молодым расскажут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова